Возможность расплачиваться универсальной картой в автобусах и троллейбусах сегодня одобрили депутаты на очередном заседании городской думы. Напомню, карта это своего рода два в одном, электронный кошелек и паспорт. Об этом и других вопросах повестки дня подробнее Дмитрий Житарчук. Использовать универсальную пластиковую карту для оплаты проезда в общественном транспорте чиновники предложили с целью популяризации карты среди населения. Пока что универсальным электронным кошельком и паспортом обзавелись немногие горожане. Те, у кого она имеется, смогут расплатиться за проезд по универсальной карте уже в новом году. Специалисты Центральной диспетчерской службы всю необходимую для этого работу уже провели. Тестирование проводилось с использованием существующей инфраструктуры пополнения и считывания поездок. В связи с этим для возможности использования УЭК и транспортным приложением для оплаты проезда на транспорте общего пользования и на регулярных городских маршрутах города Кирова прошу внести изменения в правила пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове. Помимо транспортного вопроса депутаты заслушали и доклад главы управления архитектуры. Ирина Рубцова предложила внести изменения в генплан города. Так на полях Зонального института в районе инфекционной больницы строить жилье пока не будут. Их оставят для научной деятельности. Зато уже в ближайшие годы на территории Кирова появятся два новых промышленных парка. Один из которых будет за новым мостом. Сейчас собраны данные по этой территории, где может быть размещен парк интенсивного развития, внести изменения в генплан, определив эту территорию для парковой зоны интенсивного развития. Также в районе биохимзавода определены несколько территорий для парков интенсивного развития. Предлагается как раз в генплане эти территории обозначить как раз как парковые зоны интенсивного развития. Обсудили и утвердили народные избранники и новые рекламные конструкции, которые появятся в ближайшее время на городских улицах. Речь идет о так называемых рекламных тумбах, которые использовались в городе еще в 19 веке. На них будут расклеиваться афиши и различные объявления. Дмитрий Штарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.